раппорт узора составляет всего лишь 4 петельки мне нужно взять такое число раппортов чтобы получился центральный скажем разрыв диагонали в разные стороны вот я наберу 7 раппортов узора то есть тем умножаем на 4 28 петель плюс нам нужно 3 петли для симметрии узора для того чтобы закончить как бы вторую часть и получить две одинаковые ровно половины с центром и также две кромочные то есть 28 плюс 5 петель 3 симметрии 2 кромочные получается у нас 33 петли вот 33 петли я набираю самым обычным способом 2 кромочные и еще набираю 31 петлю для того чтобы сымитировать начало вязания то у меня вот здесь вот смотрите вот такая вот наборочная красивая косичка с другой стороны рубчики вот чтобы эти рубчики оказались у меня с изнаночной стороны вязание раппорта я начну с лицевой вот такой красивой стороны то я сейчас имитирую вязание резиночки один на один так как у меня было на жилеточки то есть я провяжу один ряд изнаночный просто резиночкой один на один вы хотите, можете сразу уже с этого ряда, если это у вас образец, а не основное вязание, то можете начинать прямо непосредственно с узора диагональ. Это у меня нулевой ряд, который я предчередую изнаночная лицевая, который в счет узора не входит и он сымитирует как бы нам край резиночки один на один связанный на жилеточке. Можно провязать было бы 3 ряда, но я вот провяжу сейчас 1 и начну с лицевого ряда уже вязать непосредственно сам узорчик. Итак, вот я провязала нулевой ряд и начинаем вязать первый ряд. Вот она наша красивая лицевая сторона и я уже перехожу на сам узорчик. Первую кромочную мы снимаем и далее чередуем 3 изнаночные, 1 лицевая. При поворотном вязании изнаночные петли я вяжу за дальние стеночки. Итак, первая, вторая, третья изнаночная, далее 1 лицевая. Снова 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. Вот так чередуем до конца этого ряда. 3 изнаночные, 1 лицевая. Вот. Снова лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. В конце ряда у нас 3 изнаночные, как и начинался ряд, вот эти 3 петли симметрии и кромочная петля, также я вяжу изнаночные. Далее второй ряд и все последующие четные ряды мы провязываем по рисунку, который формируем в лицевом ряду. Кромочную снимаем. Далее видим, что у нас идут вот здесь вот лицевые петельки. Мы так и провязываем 3 лицевые, дальше изнаночные. Так чередуем 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные. Далее 3 лицевые, изнаночные. Вот так до конца ряда. Я думаю, что в четных рядах, в изнаночных рядах у вас проблем не должно никаких составить. Просто вяжем по рисунку. Смотрим лицевая, значит на дне лицевая, изнаночная, значит на дне также изнаночная. И вот довязываем 3 петли симметрии, у нас также лицевые, кромочная петля, я вяжу изнаночной. Далее третий ряд нашего рисунка. Смотрим, вяжем сначала кромочную петлю, не провязанной снимаю я ее. Далее у нас одна изнаночная. Следующие 2 изнаночные перед вот этой лицевой мы провязываем вместе за ближайшие полупетельки одной изнаночной петлей. После двух вместе мы делаем накид и довязываем лицевую. Так мы будем чередовать до конца ряда. Изнаночная, следующие 2 изнаночные перед лицевой мы провязываем вместе одной изнаночной, делаем накид и провязываем лицевую. Снова изнаночная, 2 вместе одной изнаночной, накид и провязываем лицевую. Снова изнаночная, 2 вместе изнаночной накид и довязываем лицевую так как у меня это центр скажем моего узора сейчас диагональ шла у меня в одну сторону пойдет в другую сторону поэтому вот эту часть вот эти последние 1 2 3 и половинка рапорта то есть три с половиной рапорта с этой стороны я буду провязывать в зеркальном отображении к этой стороне то есть я специально набрала 7 рапортов для того чтобы у меня получился центр если вы вяжете только лишь одним узором то вы продолжаете вязать диагональ до конца ряда одной скажем так из выбранных сторон так как у меня в зеркальном отображении то довязав вот эту лицевую я начинаю как здесь закончила то есть накид далее после накида у меня идет убавление 2 изнаночные вместе 1 изнаночной и довязывая изнаночную далее лицевая после лицевой у меня здесь шел накид далее 2 вместе изнаночной изнаночная и лицевая после лицевой накид 2 вместе изнаночной лицевая накид 2 вместе изнаночной изнаночная и кромочная петля у меня также изнаночная то есть я Я разделила себе вот этим четвертым рапортом отсюда и с конца ряда четвертый рапорт, вот эта полосочка, это у меня центр. От этого центра я и буду отталкиваться, наклон диагонали делать в одну сторону, а затем с другой стороны во вторую сторону. Это для того, чтобы вам показать, как делать наклон диагонали в разные стороны. Можно было бы делать только лишь в одну. Далее, четвертый ряд у нас вяжется по рисунку. Кромочная петля снимаем. Далее у нас идет лицевая над лицевой. Над убавлением две вместе у нас идут вот здесь лицевой, так как с лицевой стороны это две изнаночные вместе. То мы над ними вяжем лицевую. И вот он у нас накид, мы также провязываем лицевую. То есть вот они три наши петли лицевые, одна изнаночная. Снова лицевая над накидом, вторая лицевая над убавлением, третья лицевая. Далее изнаночная петля. лицевая, 1, лицевая, 2, лицевая, 3 и изнаночная петля, далее лицевая, лицевая, над накидом лицевая и вот мы дошли до центра, центр это изнаночная петля, накид всегда запомните с изнаночной стороны это лицевая петля, над убавлением 2 петли вместе лицевая петля и над лицевой лицевая, далее изнаночная, снова лицевая над накидом, лицевая над убавлением и лицевая над лицевой, изнаночная, то есть по сути у нас с изнаночной стороны это 3 лицевые и изнаночные, а с лицевой стороны это 1 лицевая, 3 изнаночные, то есть от этого и отталкиваемся, но они будут немного менять свое расположение. В конце ряда у нас здесь накид, 2 лицевые, мы их все 3 лицевые провязываем, и кромочная, изнаночная. Далее у нас пятый ряд рисунка. Кромочную снимаем и смотрим. У нас здесь, посмотрите, получается в начале ряда 3 изнаночные и лицевая. Нам нужно сделать линию сдвига. Запомните, что с лицевой стороны после ряда провязывания вот этих накидов изнаночного, над этим накидом, над дырочкой условной, всегда будет лицевое смещение. То есть смещение лицевой петли слева направо, то есть над дырочкой у нас лицевая петля. Все остальные петли изнаночные, то есть провязываем 2 изнаночные. Над накидом дырочкой лицевая, соответственно, следующие петли у нас до накида дырочки изнаночные. И так и будет чередоваться лицевая, 3 изнаночные, но со смещением в 2 изнаночные петли. То есть провязали 3 изнаночные, далее на дырочка лицевая. Снова 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая. Далее 3 изнаночные, над накидом лицевая. Вот так вы бы вязали до конца ряда, если вам нужна диагональ в эту сторону. Если же диагональ в другую сторону, соответственно, здесь у меня идет центр, над которым я вяжу лицевую. И снова идет дырочка-накид, над которым я вяжу лицевую. То есть я здесь провязываю подряд 3 лицевые, независимо от раппорта узора, так как это центр, скажем так, разделения диагонали в одну сторону и во вторую. Далее, смотрите, мы провязываем по зеркальному отображению 3 изнаночные петли. Над дырочкой-накидом лицевая, снова 3 изнаночные, над дырочкой-накидом лицевая, 3 изнаночные, над накидом лицевая. И по симметрии у нас 2 изнаночные и кромочная петля. То есть мы, смотрите, начинали с 2 изнаночных и лицевая, и здесь мы закончили лицевая, 2 изнаночные и далее кромочные петли. далее провязываем шестой ряд по рисунку кромочную снимаем далее у нас идут 2 лицевые изнаночные 3 лицевые изнаночные снова 3 лицевые изнаночные и в конце петли симметрии у нас будет изнаночная и 2 лицевые как и начиналось то есть точно также вяжем по рисуночку смотрим на петельки как они лежат изнаночные над изнаночными лицевые над лицевыми но по сути опять же таки эти три лицевые изнаночные чередуются но начинается и заканчивается немножечко со смещением далее довязываем изнаночный ряд по рисунку и переходим на лицевой 7 ряд в седьмом ряду мы смотрим опять-таки на рисунок кромочную петлю снимаем и в седьмом ряду мы начинаем снова формировать вот такие дырочки накидами поэтому перед лицевой петлей вот эти две изнаночные мы начинаем ряд с двух провязанных вместе одной петлей изнаночной после этого делаем накид лицевую провязываем над лицевой далее провязываем изнаночная 2 вместе изнаночной 1 накид лицевая то есть накида мы делаем перед лицевой для того чтобы потом сделать смещение диагонали над дырочкой провязывать лицевую вот такую вот косичку далее снова изнаночная 2 вместе 1 изнаночной накид лицевая изнаночная, 2 вместе 1 изнаночной, накид, лицевая. Но так как у нас идет здесь сейчас разделение диагонали в другую сторону, то я провязываю центральную лицевую над лицевой, снова лицевая над лицевой и в зеркальном отображении я должна буду начать делать накиды и убавления. Поэтому я начинаю с накида, так как здесь перед лицевой я делала накид. Далее после накида мы всегда делаем убавление, либо перед, в зависимости от того, где у нас находится лицевая. То есть так как мы делаем в зеркальном отображении, вот я рано сделала накид, смотрите, делаем накид, 2 вместе изнаночной, изнаночная, лицевая. Накид, 2 вместе изнаночной, изнаночная, лицевая. То есть здесь мы получается накиды делали перед лицевой, а вот здесь мы делаем после лицевой. Так как мы сделали накид, то делаем убавление 2 вместе 1 изнаночной, изнаночная, лицевая, накид и убавление после накида, кромочная петля, изнаночная. Почему мы провязываем 2 вместе? Для того, чтобы сделать накид и он не добавил нам петлю лишнюю, мы должны ее сократить, поэтому делаем убавление. Восьмой ряд у нас по рисунку. Кромочную снимаем, далее у нас над убавлением лицевая, над накидом лицевая, далее изнаночная, лицевая, 1, лицевая, 2, лицевая, 3, изнаночная, лицевая, 1, лицевая, 2, лицевая, 3, изнаночная. Накиды всегда у нас лицевые, над убавлением с изнаночной стороны также провязываем лицевую петельку. Здесь мы дошли до центра, у нас идут 3 изнаночные по рисунку, кромочная у нас как всегда изнаночная, накиды мы провязываем лицевыми, вот и чередуем вот так вот до самого конца. Далее разворачиваемся мы на лицевую сторону, и провязываем следующий ряд. Вот следующий ряд у нас лицевой 9, поэтому мы начинаем с кромочной петли, после кромочной у нас идет изнаночная петля, а как вы помните, я вам говорила, над дырочками провязанными мы всегда провязываем лицевую, поэтому ряд смещения диагонали над накидом провязанным провязываем лицевую. Далее по чередованию у нас 3 изнаночные, лицевая над накидом 3 изнаночные, лицевая над накидом 3 изнаночные, лицевая над накидом, и здесь обратите внимание я дошла до центра. Если я сейчас провяжу после смещения над накидом лицевой, далее у меня идут 3 лицевые, то у меня получится расширение до 5 лицевых, мне этого не надо, поэтому я прочередую изнаночная, центр оставляю лицевой, и с другой стороны симметрично делаю вторую изнаночную. Далее над накидом делаю лицевую, и чередую снова 3 изнаночные над накидом лицевую, 3 изнаночные над накидом лицевую, петля симметрии у меня здесь с другой стороны изнаночная и кромочная петля. Вот такой у нас 9 ряд, 10 ряд это четный ряд, поэтому вяжем его по рисунку, лицевая, изнаночная, далее чередуем 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, в конце петли симметрии это лицевая, изнаночная и лицевая, кромочная петля, далее разворачиваем на 11 ряд, в 11 ряду это ряд снова с формированием вот этих дырочек, накидов, поэтому кромочную петлю снимаем, и здесь мы должны сделать перед лицевой накид. Каким образом мы должны это сделать, чтобы у нас, скажем, вот это сократилась изнаночная петля, то есть она у нас будет, скажем так, сокращена, а вместо нее будет накид, поэтому делаем, смотрите, после кромочной, сразу же накид, меняем местами лицевую и изнаночную петлю, то есть изнаночную отправляем за лицевую, и вот эту изнаночную петлю вместе с лицевой за дальние стеночки провязываем одной лицевой, и таким образом, смотрите, у нас сократилась изнаночная петля, и вместо нее стал накид, лицевая так и есть над лицевой. Далее мы провязываем изнаночная, две вместе изнаночной, накид, лицевая, то есть, смотрите, мы здесь сократили изнаночную с изнаночной, так как здесь к изнаночной не было пары, то мы сократили ее с лицевой, но лицевая осталась перед, посмотрите, изнаночная, она как бы изнаночную не видно. Далее снова изнаночная, две вместе одной изнаночной накид лицевая изнаночная 2 вместе изнаночной накид лицевая здесь по центру мы ничего не меняем здесь так и остается изнаночная лицевая и изнаночная далее с другой стороны мы провязываем симметрично и в зеркальном отображении первой стороне лицевая после лицевой мы делаем накид сразу же убавление и довязываем изнаночную лицевая делаем накид убавление и изнаночную лицевая накид после накида убавления и изнаночную здесь мы провязываем лицевую вместе с изнаночной я меняю вот так вот изнаночную дальней стеночкой вместе с лицевой и после нее после этой лицевой делаем накид далее кромочная петля мы начинали ряд с накида и закончили 11 ряд также накидом 12 ряд мы провязываем по рисунку кромочную снимаем лицевая над накидом изнаночная далее 3 лицевые включительно накид и изнаночная 3 лицевые изнаночная в конце ряда петли симметрии у нас здесь идет изнаночная лицевая и кромочная петля поворачиваем на 13 лицевой ряд и провязываем сначала кромочную петлю снимаем и над каждым накидом мы должны связать лицевую петлю у нас идет начале ряда после кромочный накид поэтому провязываем лицевую над ним далее у нас идут 3 изнаночные петли далее снова над накидом лицевая далее 3 изнаночные петли и так чередуем лицевая над накидом 3 изнаночные петли до самого конца и если у вас диагональ в правую сторону уходит так как у меня здесь центр то я провязываю над последним накидом лицевую далее у меня здесь идет изнаночная над лицевой и изнаночная перед центральной петлей поэтому довязываю я 2 изнаночные центральная у меня лицевая петля и симметрично второй стороне я провязываю 2 изнаночные далее над накидом лицевая 3 изнаночные лицевая снова над накидом 3 изнаночные то есть все мы смотрим по рисунку он нам подсказывает что нам делать для того чтобы пошла диагональ лево либо вправо далее снова над накидом у нас лицевая 3 изнаночные в конце у нас петля симметрии накид поэтому довязываем лицевую и кромочная петля в конце следующий 14 ряд мы провязываем по рисунку так как это у нас изнаночный ряд кромочную снимаем изнаночная над изнаночной далее 3 лицевые изнаночные 3 лицевые изнаночные то есть до конца ряда по рисуночку 15 лицевой ряд кромочную снимаем далее смотрим у нас идет лицевая петля мы перед ней никак не сможем сделать накид так как здесь у нас нет петельки поэтому лицевую мы провязываем над лицевой без каких-либо изменений далее мы провязываем изнаночную 2 вместе 1 изнаночной и перед лицевой с этой стороны делаем накид далее провязываем лицевую то есть мы здесь не делали накид из за того что нет петель нечего убавлять и нечего добавлять далее изнаночная убавление делаем накид для дырочки лицевая изнаночная убавление 2 вместе изнаночной накид лицевая далее здесь мы дошли до центра поэтому просто провязываем 2 изнаночные по рисунку центральная у меня лицевая петля и петли с другой стороны я также симметрично провязывая в зеркальном отображении 2 изнаночные довязываю лицевую петлю и здесь с этой стороны по диагонали скажем так в левую сторону уходящий у нас дырочки идут в левую сторону то есть после лицевой петли делаем после лицевой накид далее сразу же после накида убавление изнаночная лицевая накид убавление изнаночная лицевая накид убавление изнаночная далее лицевая петля это петля симметрии и кромочная петля начинали с лицевой закончили лицевой после нее мы никак накид здесь не сделаем так как нечего сокращать и нечего скажем так добавлять вот поворачиваем на изнаночную сторону и провязываем как всегда по рисунку кромочная петля далее изнаночная и пошли 3 лицевые включая накид изнаночная 3 лицевые вместе с накидом изнаночная и так до конца этого четного 16 ряда провязав изнаночный 16 ряд мы начинаем 17 ряда повторять первый ряд раппорта узора то есть мы связали 16 рядочков 1 раппорт в высоту соответственно раппорт ширину у нас составляет 4 петельки и 16 рядочка в высоту сейчас ряд у нас вяжется 17 как 1 кромочную петлю снимаем и далее мы начинаем вязать ряд с 3 изнаночных петель 1 2 3 изнаночная и над дырочкой у нас над накидом лицевая далее снова 3 изнаночные лицевая 3 изнаночные и мы дошли до центра лицевая далее мы вяжем в зеркальном отображении соответственно начинаем с трех изнаночных лицевая над дырочкой накидом 3 изнаночные лицевая над дырочкой накидом 3 изнаночные лицевая и 3 изнаночные петли симметрии как были в первом ряду и кромочная петля все второй ряд мы повторяем по рисуночку что формируем лицевом ряду четвертый ряд формируем что в третьем ряду и так далее то есть каждый изнаночный ряд мы просто вяжем по рисуночку я думаю что здесь труда не составит с лицевой стороны мы каждый скажем ряд делаем такое вот то смещение то дырочку для смещения то смещение дырочку для смещения и таким образом посмотрите у нас получается диагональ к уходит в правую сторону в левую сторону есть центр если вы хотите использовать один из этих узоров диагональ кита соответственно вы начинаете вязать вот здесь вот первые скажем три с половиной рапорта ну я бы даже сказала здесь если первый учесть то 4 рапорта вот и продолжаете их чередовать до конца ряда если диагональ q в эту сторону хотите то соответственно продолжаете вязать начало скажем начинаете отсюда и продолжаете вязать уже до конца ряда до нужной вам ширины такой диагональю очень интересно вязать вещи на самом деле если понять принцип ее в начале вот именно я бы сказала даже в четвертой части рапорта то потом вам труда не составит делать это смещение и делать вот эти накиды дырочки для того чтобы потом над ними располагать косички из лицевых петель вот кому понравился узорчик обязательно лайкайте спасибо вам что оставались на моем канале я надеюсь что у вас все получится и понравится вам ваше изделие вот комментируйте кто что вязал из данной диагональ ки пожалуйста в комментариях можете оставить отзывы как вам этот узор и конечно же кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь будет много чего нового интересного всем пока пока